Весна за окном Попытаемся проникнуть внутрь в его комнату давайте во дворе все осмотрим со всеми поговорим поищем может быть какое-то фото можно здесь сделать уйти сейчас мы можем не можем эти ступеньки еще помнят пьяного ректора да и мы помним в ту ночь ректор уэллс был очень занят помните как он психанул когда дверь не поддавалась просто забил но в таком состоянии в общем да классно что это в игре тоже показали так поливалки осмотреть нельзя доска появилась о этого не было хорошо что я не дала хлое взять эти деньги из кабинета уэллса да еще один хороший поступок так хвоя общается с джастином посмотрим о чем я явно в одну доску с джастином а кажется джастин не равнодушен к хлое джастин 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 интересным джастин 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 Лучшее, чем общепринятое. Так, взглянем. Кажется, Брук не очень рада, что я иду обезьяничать с Уорреном. В этот раз мы можем в рюкзаке посмотреть какую-то информацию? Нет. О ее дроне. Привет, Брук. Как ты? Я здесь, как обычно. Кстати, спасибо, что не дала Кейт прыгнуть. Ты сама-то как? Ты в порядке? Нейтан, квадрокоптер, который я назвал зачем-то дроном, и киты. А если просто уйти? Мне нужно идти. Поговори потом, Брук. Это снова я, Брук. Ты точно в порядке? Мне нужно идти. Поговорим потом, Брук. Может, тогда еще что-то скажут, похоже... Нет, ты точно в порядке. Квадрокоптер. С него начнем. Это ее тема излюбленная. Может, мне станет полегче, если я сделаю кружок на твоем квадрокоптере. Мисс Грант наконец-то разрешила мне снова его запускать. Но ты же идешь в кино с Уорреном, так что времени на квадрокоптер у тебя явно нет. Ты серьезно? Я не могу поправлять твоим квадрокоптером, потому что иду в кино с Уорреном? А ты проницательная, Макс. А теперь прости. Я нужна моему квадрокоптеру. Тут просто... Потом поговорим, Макс. Какая-то испепеляющая ревность. Вновь. Ладно. Давайте сначала... Киты. Мой ограниченный мозг не может понять, откуда взялось то затмение и киты на пляже. Вот я и подумала, что, может быть, наши ученые умы знают. Мы с Уорреном собирались в эти выходные сложить все наши догадки и теории. Разумно. Две светлые головы лучше, чем одна. Или моя. Нам бы вручили Нобелевскую премию, если бы мы смогли рассказать загадку этого феномена. Даже у мисс Грант нет идей. Я должна... Он сам тебя попросил? Оу, он позвал тебя? Знаешь, мы, гики, привыкли держаться вместе. Но, честно говоря, никто из нас не может объяснить этот феномен. Слишком это дело страшное. Мне нужно найти Нейтана, а ты его не видела? Спроси Уоррена. Ты же идешь с ним в кино и все такое. Ладно, Брук, сейчас я просто пытаюсь найти Нейтана. Значит, Уоррен недостаточно хорош для тебя? Ладно. Я видела, как Нейтан разозлился и вышел из кампуса. Удачи тебе с ним в свиданке. Может, мне станет полегче, если я сделаю кружок на твоем квадрокоптере. Мисс Грант наконец-то разрешила мне снова его запускать. Так, это все... Да. У нас появился диалог с кем-то. Хорошо, Нейтана здесь нет. Нужно вернуться к Клое. Кажется, Брук, мне очень надо, что иду обезьянничать с Уорреном. Потом поговорим, Макс. Все, у нее выпытали. Белочка, ты все здесь? Я могу тебя сфотографировать еще раз? Как насчет партнера для группового фото? Это намек? А что у нас тут? А тут два хвоста белки, которые образуют сердечко. И вначале я почему-то думал, что это лебединые шеи. Но теперь понимаю, что это просто хвосты белок. Вот даже страшно представить, что это за скелет со скейтом. Может, это будет где-то на вечеринке. Так. В коморку Сэмюля мы не можем попасть. С кем он здесь? С мисс Грант? Сэмюля. Я думаю, что все здесь изменит. Как научитель, я очень интересен. Как Мишель Грант, я очень страшен. Аркадия Бэя тоже страшна. Посмотрите на дождь и животных. Кажется, мисс Грант интересно болтать с Сэмюлем. Приятно видеть, что Сэмюэль не один. Здравствуйте, мисс Грант. Макс, ты всегда появляешься, когда... Я еще все хвастаю, что ты и другие студенты хотят сделать Блэкбелл Академии так, что-то я совсем не успел. Прости, мисс Грант, но я не успел, так что я перемотаю и прочту в этот раз. Здравствуйте, мисс Грант. Макс, ты всегда появляешься, когда я о тебе говорю. И я все еще хвастаюсь, что ты и другие студенты хотят сделать Блэкбелл Академии, а не тюрьмой с камерами. Так, начнем с последних событий. Я надеялась, что вы объясните все эти странные вещи, которые происходят с Аркадия Бэй. Если бы могла, то уже бы получила свою Нобелевскую премию за вклад в науку. Я не смогла понять природу того затмения, чего уж там до снега и китов. Научное объяснение. Но ведь должно же быть научное объяснение, правда? А, слушай, мои друзья из НАСА сказали, что они не могут объяснить то солнечное затмение. Как оно появилось и почему, то пора начать беспокоиться, что, впрочем, они и сделали. Я и правда волнуюсь за нашу реальность. Такое ощущение, будто она меняется у нас на глазах. Не только ты, но и Сэм, Сэмюль. Мы как раз об этом говорили, когда ты пришла. Наша планета меняется, но в этом нет никакой загадки. Это просто эрозия. Думаете, поэтому умирают животные? Уровень воды падает, не говоря уже о ежедневном загрязнении океана. Этого вполне достаточно, чтобы погубить море и всю местную экосистему. Или ты знаешь то, что я не знаю? Путешествие во времени. А как же червоточные теории хаоса? Путешествие во времени. Червоточные у Аркадия Бэйт только под землей. А теория хаоса просто бред. Но если речь пойдет о путешествиях во времени, то я в деле. Вы бы хотели изменить время? Только не после прочтения той истории Рэя Брэдбери и Грянл Гром. Пересказывать не буду, но там упоминались динозавры и бабочки. Время как нить. Дернешь за кончик, все развяжется. Другие варианты мы тоже послушаем, но пока поговорим о Кейт. Тут тоже могут быть другие варианты. Не думаю, что... Да кому нужен такой надзор, когда есть Максин Колфилд? Ты совершила замечательный поступок. А нам теперь осталось проследить, что Кейт получает любую помощь. Не хочешь поговорить с соцпедагогом, да? Нет, спасибо. Нет, спасибо, мисс Грант. Мне достаточно лучшие подруги и родители пока что. Рада это слышать, Макс. Только не бойся рассказывать о своих проблемах, ладно? Вот и Кейт пришла... Вот бы и Кейт пришла ко мне. Я ведь даже не представляла... Кейт накачали наркотиками на вечеринке клуба «Циклон», а потом над ней издевались, пока она не оказалась на крыше. И как же их остановить? Для начала закрыть этот чертов циклон. Не то чтобы этот клуб меня бесил, но сегодняшнюю вечеринку нужно было отложить. Это очень неуважительно по отношению к Кейт. Почему ректор Уэллс не отменит вечеринку? Честно говоря, мне кажется, что ему вовсе все равно. Рэймонд Уэллс спас эту школу от финансовой катастрофы, и он заботится о ней гораздо больше, чем ты думаешь. Ты мудра, но не суди людей так быстро. Вы правы. Я лишь хочу, чтобы эта школа была такой, о которой я так мечтала. Я тебя поняла, Макс, и мне приятно видеть, как ты, Уоррен и другие студенты вовсю стараетесь. Пусть ты слишком молода, чтобы быть такой циничной, но ты и правда вселила в меня надежду. Я ищу Нейтана Прескота, и подумала, что он может быть у вас на занятиях. Я удивлена, Макс, никогда бы не подумала, что вы с Нейтаном друзья. Эм, ни за что. Да ни за что. Мне просто нужно задать ему вопрос. Я видела, как он уходил из кампуса, причем он был злее, чем обычно. Но по правде говоря, с ним что-то происходит в последнее время. Наверное, тебе виднее. Слишком много. По тебе видно, кажется, у тебя к нему не только вопросы. Может, сейчас для этого не самое подходящее время. Понимаешь, Макс? Мне жаль, мисс Грант, но мне нужно идти. Еще увидимся. С тобой всегда приятно пообщаться, Макс. Так, а теперь у нас много других вариантов. И начнем с последних событий. Здесь выберем «Это за гранью науки». Думаю, это за гранью науки. Нет ничего такого, чего не могла бы объяснить наука. Это нам просто не достает знаний. Мы можем чего-то не знать, но реальность от этого не меняется. Я и правда волнуюсь за нашу реальность. Так, это пошел дальше. Диалог. Теперь пророчество. Пророчество. Вы не думаете, что это пророчество или что-то типа того? Макс, ты знаешь, что я увлекаюсь старыми легендами Аркадия Бэй? Но следов апокалипсиса я еще не обнаружила. Если только не считать те постеры «Конец света». Или ты знаешь то, чего не знаю я? Думаю, Табанга знает больше всех. О, Макс, никто даже не знает, кто оставил здесь Табангу. Скорее всего, его выловил какой-нибудь рыбак. Но я понимаю, что ты хочешь сказать. Здесь определенно есть какая-то энергия. Блэквиллу нужна помощь. Академии Блэквилл помощь нужнее. Здесь происходит что-то ужасное. Вы ведь это тоже заметили, правда? Эта неделя была не самая легкая для Блэквилла. Но я и другие работники и глаза не сомкнем, пока каждый студент не будет в безопасности. Так. Прескоты. Как связаны Прескоты и Циклона? Не с мытьем же машина, они свое состояние заработали. Нет, конечно. Но партнерство свои привилегии. Особенно, когда твой отец самый крупный спонсор Блэквилла. Но этот высокомерный бред здесь неуместен. Вы правы. И я лишь хочу, чтобы эта школа была такой, какой я мечтала. Так. И теперь Нейтан. Я ищу Нейтана Прескота и подумала, что он может быть у вас на занятиях. Да, да, да. Одноклассники. Просто одноклассники. Не верю, что у него вообще есть друзья. Но это зависит от того, что для тебя значит друзья. Но лучше бы вы дружили, чем не издевались друг на другом, особенно после этой недели. Согласна, мисс Грант. Значит, вы не знаете, где Нейтан? Я видел, как он недавно ушел из кампуса. Но думаю, у тебя к нему вопросы не только вопросы. Приятно видеть, что Сэмюэль не один. Как у тебя дела, Макс? Знаю, это была тяжелая неделя. Да, нелегкая Сэмюэль. А у тебя как дела? Расстроен и смущен, как и все сейчас в Аркадии Бэй. Кажется, у тебя тоже много вопросов. А животные, тема номер один, наверное, для Сэмюэля. Ну, начнем с Аркадии Бэй. У меня все еще миллион вопросов по поводу того, что творится в Аркадии Бэй. Наверное, поэтому мисс Грант и говорит, что ты ее самая любимая ученица в Блэквилле. Клуб Циклон. Лучше я буду в классе мисс Грант, чем в Циклоне. Верно. Рэйчел их насквозь видела. И не только она. Нельзя позволить другим попасться в ловушку под названием Циклон. Выбирайся оттуда, Макс, пока время на твоей стороне. Пусть мисс Грант меня не любит и любит, но я все равно ничего не знаю о науке и не могу объяснить то затмение. Я как раз говорил мисс Грант, что науке нет объяснения. Не в обиду сказано. Но это лишь начало. Начало чего? О, я не верю в то, что существует конец, особенно это касается времени. Поэтому-то я и чувствую, что что-то серьезное надвигается на Аркадия Бэй. И Макс, мне это совсем не нравится. Продолжение следует... Начало чего? О, я не верю в то, что существует конец, особенно это касается конца времени, поэтому-то я и чувствую, что странно, она как-то не вяжется. Ну ладно. Надо еще поговорить, возможно пойму. Я... Я... Теперь... Откуда ты знаешь? Откуда ты это знаешь? Мне не дает покоя этот вопрос. Просто открой глаза. И тогда ты все поймешь. Потому... Да, ну это уже у нас... Та же реплика. Так, сразу клуб циклон. И теперь... Рэйчел. Меня все не прикидает мысль о том, что если мы найдем Рэйчел Эмбер, она все прояснит. Если Рэйчел вообще хочет, чтобы ее нашли. Где она? В этом и загадка. Где она? Если кто ее узнает, то это ты. Так мне говорят мои сны. Но... Макс... Иди своим путем. И ты найдешь то, что ищешь. Рэйчел Эмбер тоже ждет. Интересные пророчества высказывает тут просто Сэмюэль. Люди. У меня вообще больше вопросов, чем ответов. Сэмюэль всегда открыт для разговоров. Кейт. По правде говоря, я совсем недавно разговаривала с Кейт Марш в больнице. Ей гораздо лучше. И в этом твоя заслуга, Макс. Ты ведь спасла ее. Все могло пойти иначе, Сэмюэль. Тебе не кажется, что у нас всех есть определенная судьба? Да. Именно, Макс. В разных воплощениях. Конечно, Кейт Марш верила в другое. Поэтому это и стало ее судьбой. Я тебе верю. Кейт просто не хватало сильных духов, вроде ее подруги Макс. Очень надеюсь, что теперь она их нашла. Тебе приходилось общаться с Дэвидом Мэдсоном? Нет, с того момента, когда его исключили, но я с ним и не говорил, только слушал. Это похоже на Дэвидом. Он видит вещи, а не людей. Но мне кажется, что тебя он замечает. Он этого хочет. У мистера Мэдсона есть все, что нужно для наблюдения, но он все еще слеп. Думаю, ты видишь больше, чем мы все вместе взяты. Нет, Макс. Я просто смотрю на вещи под другим углом. В другом углу. Вообще, так интересно здесь разработчики скомпоновали разговор между человеком, который все обосновывает наукой, и совершенно противоположным человеком, Сэмюэлем, который верит в высшие силы, в пророчества. Здорово. Просто классно. Ты не видел тут Нейтана Прескота? Я не пытаюсь. Пытался не видеть. Вау, а тебе и правда не нравится, Нейтан? Но почему? Сэмюэль любит всех, пока ему никто не вредит. А он навредил. Он сделал. Ну ладно, этим все сказано. От тебя один секрет не ускользнет. Вот я и подумала, что надо научиться читать. Макс, я хранитель, а не медиум. Моя помощь ограничивается фразой, будь осторожней. Я хочу, чтобы ты был осторожным. Так. Тут, наверное, тоже есть другие варианты. У меня в голове крутится вопрос о том, что происходит с животными в Аркадии Бэй. О, многие им задаются. У этих бедных существ совсем нет выбора. Так. Киты на пляже, мертвые птицы и белки. Как можно объяснить, что происходит с теми китами на пляже? Мой отец когда-то был рыбаком и часто брал меня с собой послушать пение китов. А теперь они просто плачут. Думаешь, это какая-то экологическая катастрофа, или... Думаю, это нечто большее. Кто-то создает эти события. Ты так думаешь, Сэмиль? Ты и Аркадия Бэй связаны временным течением. Так что, если у меня еще будут вопросы, я буду обращаться к тебе. Что ты думаешь по поводу мертвых птиц? Сэмюэлю пришлось много их похоронить рядом с Табангой. Что с ними случилось? Я бы сказал, что небо слишком грязное для их крыльев. Но в воздухе явно не грязь, а что-то хуже. Звучит зловеще. А может так верит судьба? Тогда все нормально. Да-да, что хотя бы белки себя хорошо чувствуют в кампусе. И я рад. Если бы с ними что-то случилось... Они в безопасности, пока ты о них заботишься, Сэмюэль. Их успокаивает только еда. Много еды. Кстати, я вспомнил, что должен их сейчас покормить. Так. Сейчас, сейчас, секундочку, Сэмюэль. Давай мы все-таки у тебя выпытаем еще все, что нам нужно. И потом будем кормить. Сэмюэль, безусловно, интересный персонаж. Так, откуда ты знаешь? Здесь мы и то, и то. Узнавали. А вот, начиная с Рэйчел, у нас уже есть другие варианты. Думаешь, она жива? Она всегда будет жить в наших сердцах. Порой нам больше ничего и не остается. Но... Так. Хорошо. Люди. Главное мне теперь... Вспомнить... Все варианты, которые мы не посмотрели. Это достаточно много. Над Кейт издевались. Сэмюэль. Сэмюэль, ты глаза Блэквелла. Ты ведь знаешь, что над Кейт издевались? Практически все надо мной смеются, но Сэмюэль говорит им держаться подальше от Кейт. Я ненавижу задир, Макс. Я тебе верю. Дэвид? Почему ты так говоришь? Почему ты так говоришь? Потому... Что ты знаешь? Я не помню, друзья. Так, что ты знаешь о Нейтане? Я знаю достаточно, поэтому больше вознать не желаю. Ну ладно. Этим все сказано. Животные. Белки у нас будут в конце. Киты на пляже. Здесь мы выберем... Они не одни. Сейчас они не одни. Чувствую себя такой слабой. Совсем нет. Ты противоположность бессилия, Макс. Ты так думаешь, Сэмюэль? Ты и Аркадия, Блэквелла. Так. Мертвые птицы. Интересно, какие выводы от нас сделает преподаватель, послушав разговор с Сэмюэльей Макс. А Табанга не против? Узнаем, когда души мертвых птиц отойдут в мир иной. Не то, чтобы мы могли это доказать. Звучит зловеще. Так, теперь... Белки. У тебя не появился новый диалог после всего. Так, Сэмюэль, у тебя... Мы всего лишь пыль на ветру. Как насчет партнера для группового фото? Так, еще. Раз этот намек, а вот еще одна белка. Неужто ты думала, что сможешь спрятаться от Макс? Макс Каффилд, беличьего фотографа. Ты думала, что ты могла спрятаться от Макс Каффилда, макараси-папараси? Теперь смотрим. А, приманить. Но все-таки здесь была еще еда. Давайте отмотаем. Только не слишком, не слишком далеко. Как это остановить? Я нажал Ctrl. Похоже, сейчас будет отмотка всего нашего диалога. Вместо шифта. Ну что ж, я не специально, друзья. Но на еду посмотреть надо. Так что посмотрим. Здравствуйте, Макс. Спасибо снова за помогать мне с Майкл. Миссис Грэнт, вы не стали верующей после нашего разговора с Сэмюелем? Это нет ничего страшного, ведь многие ученые признают, что просто открывают те законы и познают Вселенную, которая была устроена Великим Создателем. Так. Ну тут мы можем выбирать любые варианты. Мы все послушали, но я буду выбирать именно те, которые принял бы как окончательные. Почему ты сказал это? Потому что... Я... Я... Я знаю достаточно. Я... 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 Если... Это... Я... Ты... Что... Это... 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 Так... И вот, еда... Ради... Я думал, тут будет посмотреть Да... Вот это, конечно Я не учел Я не учел Я выбрал партнера для успеха Ты думал, что ты смогла уйти от Макс Каффилда Скорелла-папарадзи? Скорелл-папарадзи Чтобы стать Той самый Беличий... Беличьим фотографом Давай! Наедай пузико Сэмюел мисше сэмюра Это круто, видеть, что Сэмюел не один за один Так, она смогла составить компанию. Две милые белочки мне позируют, но раз уж вы настаиваете... Так, еще одно достижение в нашу копилку и следующее фото. Четвертое фото в четвертом эпизоде. В проявочной. У нас задание стоит проверить комнату Нейтона, но попробуем поговорить с Хлоей, потому что боюсь, что при входе у нас состоится именно вход. А они скажут, что мне нужно сначала поговорить с Хлоей, так что... К Хлое. Я думаю, что это так легко с Джастином. Горизонт чист. Горизонт чист. Вот бы мы снова ходили во в школу. Зато так мистер Джефферсон полностью в своем распоряжении. Да ты задолбала! А теперь включаем режим Блэкфоллских ниндзя. Конечно, интересно, что можно так просто заходить всем так беспонтово, что у вас несовмещенные общаги. Да мне прям так охота, чтобы Нейтан Прескотт жил в комнате напротив моей. Тоже верно. Стой тут. Предупреди мне, если сюда вдруг заявится Нейтан или кто-либо еще. Я не подведу тебя, Бэтмакс. Сперва я должна найти комнату Нейтана. Теперь вот так интересно, что можно без проблем посторонним входить сюда. Ну, Хлоя же ведь не является сейчас ученицей. Никакого контроля. Всевидящая Хлоя стоит на стрёме на случай прихода Нейтана. На случай прихода у Нейтана. Он ведь там употребляет наркотики. Так, хорошо, друзья. Мы исследуем с вами уже коридоры и найдем комнату в следующей части. У нас такое задание найти комнату Нейтана. СМС. Все это прочтем в следующей части, которую я, конечно же, рекомендую вам не пропустить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова